доброе утро девочки варю молочную лапшу гоше немножечко гаш тут присел сахарную пудру ест уж привет всем здорова ваня тут смеется и чё смеешься завожу хлеб завожу хлеб сейчас заводить буду а ваня читает какую книжку дай посмотрю историю давай читай мы тебя послушаем девочка сегодня должен быть был празднику маши в соцзащиты нас пригласили и к полчетвертом и сейчас позвонили сказали что праздник отменяется потому что у них отключили свет и переносится на шестое число в общем вот сейчас поехал муж записывать диск как доказательную базу в суд у нас что-то с дисководом у нас компьютеру что же старый ноутбук что-то дисковод у нас там совсем никудышный вот и сейчас я кстати позвонила адвокату потому что завтра уже суд да и думаю позвоню спрошу вообще как что потому что нам нужно будет заранее к ней подойти и со свидетелем в общем я и звоню она мне говорит что вы знаете позвонил юрист значит наши с той конторы которая именно нас курирует затопила нас и предложила сумму в размере 100000 и вот она говорит вас устраивает эта сумма я говорю нас когда-то устраивала суммы когда они нас затопили и я зашел подрядчик я говорю дайте на 50 тысяч да ну то есть вы видите вот этот что вы угробили как говорится и даже не надо нам наличными деньги просто замените нам и все они отказную пошли потом вот уже перед первым заседанием суд он нам мы предложили тоже сумму где-то 120 тысяч вот и он давай что сидел там знаете такой деловой 30 тысяч и не больше ну 40 это вообще потолок значит а вот ну а сейчас вот адвокат такая говорит ну вот мой клиент когда-то был готов на сто тысяч вот и что вы по этому поводу думаете ну и вот они юрий значит отвечает что мы значит будем решать со своей организации да и вам ответ дадим мы в принципе согласно нам мировую но я тут так думаю что сумма в 100 тысяч слишком уж им дешево обойдется потому что во первых сумму ущерба оценили по независимой экспертизе по моему 76 тысяч у нас и считай мы оплатили экспертизу 8000 исковое заявление 5000 вот сейчас у нас 20 заседания это уже 10000 одно заседание 5000 завтра будет второе а сколько мы нерв потратили да я вообще не знаю с ума можно было сойти и моральный ущерб да и таблеток сколько покупали потому что это но него невозможно было просто так вылезти с этого состояния пришлось конечно тяжело вот что еще в общем я не знаю сейчас муж приедет будем разговаривать я думаю что надо идти до конца или как я даже не могу сказать я готова уже все равно чего-то же они боятся они боятся очень даже потому что что-то юли юли или юли ли да столько времени а сейчас согласно на мировую то когда нас затопили юрист приезжал заходил домой да вы вообще ничего не получите да мы банкрот и вообще типа ничего с нас не не выбить и а тут чего-то забоялись а же все таки ну вот так не знаю наверное идти до конца и все я так думаю не знаю мы еще с мужем порешаем подумаем там уже я вам расскажу какому мы все-таки концу пришли вот так ладно мой хороший поеду сейчас селфи палку поменяю магазин потому что вчера эти вам уже говорила что-то палка сломанная мне досталось поменяю они меняют наушники как-то маши брали две пары наушников и одни наушники через неделю перестали работать они нам поменяли в общем самое главное чек ну чек у меня есть в общем так что вот так доброе утро сейчас поедем гошу увезем к бабушке с дедушкой и в один часов у нас будет суд гоша уже готов покажись гошу сидит потому что ваня сейчас у нас считая в одиннадцать часов суд ваня уйдет боимся не успеть в общем пришлось нам гошу поднять с утра пораньше и к бабушке вести да вот так мои дорогие пожелайте нам удачи сейчас выключу телевизор поедем что к какому этому придем уже не знаю в общем после процедуры я вам все расскажу как прошло что кому-то поверишь я и бабушки и дедушки ну ясно ладно мои хорошие расскажу все потом подробностях штука и как было что съездили мы в суд в общем опять никакому концу не пришли в общем то сторона ответчика попросила до судебного регулирования в общем судья дал срок до 12 числа этого месяца вот если же он уже сегодня готов был дать свой вердикт как бы сказать да но вот как-то вот так вот они заявили но мы решили пойти тоже как бы навстречу не знаю к чему это приведет получится или нет я думаю что скорее всего нет вот больше сказать что могу сказать больше ничего больше не могу сказать процедуры такие меня конечно из-под ног убивают но будем идти до конца все-таки вот так мои дорогие не знаю не знаю что к чему будет вообще не предложили 80000 но знаете это вообще ни о чем так сказать да мы назвали сумму вообще 130 ну как бы дошли до суммы 110 так как квартира у нас служебная его акте независимой экспертизы там подсчет идет наш моральный ущерб 76 тысяч за мебель вот и остальное насчитали ремонт ремонт в этой квартире мне не нужен так как квартира служебная там насчитано или выравнивание полов и стен в общем через год мне все равно эту квартиру сдавать так как мы переезжаем свое жилье купили и мод решили сойтись и на таком вот на такой сумме в общем чтобы потом после сдачи квартиры с нас тоже не требовали никаких претензий у нас у них к нам не было что в каком состоянии квартира находится в общем ну вот не знаю будем ждать в промежутке сегодняшнего дня они обещают все-таки как-то регулировать это этот вопрос будем ждать нет значит нет значит будет уже вердикт судьи мои хорошие буду заканчивать это видео что будет известно я вам обязательно следующих видео буду рассказывать о их них дальнейших действиях все кому понравилось это видео ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие новости следующее видео всем до новых встреч пока пока